Всем твс, народ, меня зовут Сергей Лав, и сегодня, возможно, для многих внезапный видос по Рунтере. Как она там, Legends of Runeterra, по-моему, называется. В общем, если вы не знаете, это ККИ от авторов Лиги Легенд. Ну, то есть, она в той же вселенной, и вот это всё. Вот, собственно, на самом деле, вам играть в Лигу Легенд не обязательно, чтобы играть в Рунтеру. Но, тем не менее, вот, как бы, те же персонажи, если вы играете и в то, и в другое, это особый кайф. Вот. Но начать я хочу с некой забавной, интересной, увлекательной, приятной и вообще такой многогранной истории, которая со мной приключилась вчера буквально. Ну, точнее, она приключалась на протяжении некоторого времени. Хотя, наверное, прежде чем мы перейдём к этой вот столь увлекательной истории, которую я хочу вам поведать, нужно вообще, наверное, вам рассказать, как я здесь оказался, почему я здесь оказался и всё такое прочее. Так, кстати, это мобильная версия. Вот, соответственно, видите, я могу телефоном крутить, и фон тоже крутится суперкруто. Я не помню, как это на ПК сделано, может быть, там мышки можно тыкать, но, сами понимаете, совсем не те ощущения. На ПК я ставить, правда, игру не хочу. Играть не собираюсь, она у меня была уставлена ранее. Я её, правда, где-то полгода назад снес, потому что я не играл в Рунтеру долгое время. И мне нужно было место освободить на SSD, а на HDD я вообще не ставлю игры, потому что у меня просто отвратительно работает. Абсолютное чтение у неё никакущие стало. И я окончательно бросил ставить, вообще пытаться ставить на него какие-то игры, когда я поставил там вообще простецкую игру. Она там что-то не спрайтовая, да, там на пару гигабайт. И она у меня запускалась минут пять, потому что там миллион спрайтов мелких, и он просто минут пять читал эти спрайты. А ещё у меня там видосы виснут, то есть ты открываешь видосы, он распространяется нормально. Ты его перематываешь, и он виснет на там сколько-то минут. Чтение ужасное, но, блин, диск мне нужен, потому что я на него видосы пилён. Но игры стараюсь ставить себе на SSD, потому что это единственное спасение. Вот. И я играл на СМВ в Рунтеру достаточно давно, уже, наверное, года два прошло. Игрок был вообще супербалдёжный, классный, замечательный. Вот. И как оказалось, в Дискорде мне люди сказали, я по ней так и не записал никакого ролика. Ну, то есть, в Дискорде я её обсуждал, там с хрешёвчиками делился и всё такое прочее. И люди там тоже обсуждали вместе со мной. Ну, по-моему, жал, не сам же с собой я это всё делал. Вот. И в каком-то ролике я упоминал, что вот играю в крутую игру с крутой монетизацией. И кто в Дискорде есть, тут знает. Тут поймёт, о чём речь. Возможно, вы даже помните. Пару людей вспомнило, что такое было. И я сам вообще нифига не помню. Потому что в моей памяти отложилось, что я, на самом деле, делал видос от МТР, что я что-то про неё рассказывал. А в итоге я так и не собрался его записывать. Вот. Мне в Дискорде ребята напомнили, что, оказывается, не было ролика. И вот я сидел и думал вообще делать ролик, не делать. То, что я тут вернулся, потому что, ну... Ну, особо про неё мне рассказать нечего, кроме того, что она крутая и классная. Вот. Но, как оказалось, ролика-то и не было. И, ну, нужно всё-таки рассказать, какая она крутая. Классная, потому что, возможно, вы не в курсе. А мне кажется, что Рунтерра сейчас, наверное, топ-1. Какую можно пощупать и попробовать. Ну, из такого более казуального. Там я не особо играл в МТГ. В общем-то, я вообще не играл. У меня, правда, где-то стартер валяется физически картонный где-то дома. Но мне так и не суждено было вообще даже попробовать. Потому что мне тупо не с кем сыграть. То есть, там две стартовые кит-колоды, по-моему. Вот. То есть, я их взял. Их бесплатно раздавали. Причём не у нас в городе, а в соседнем. Я туда катался ради этого. Но в итоге вот как бы... Ну, сам с собой это не сыграешь. Не особо прикольно. Сами согласитесь. Вот. Вот. Но она какая-то муторная, сложная. И вообще как бы физически играть в неё дорого. А на компе, не знаю, может быть, там, флютоплейно есть что-то. Там выходила какая-то пачка этих игр по мотыге. Но что-то всё мимо меня. Вот. Но именно вот с такого, скажем так, Херстоун-стайла, да. Или что-то такого, скажем так, из ККИ новой волны. Которые стали появляться именно после Херстоуна. Я думаю, Рунтера это всё-таки выбор топ-1. Потому что мне ещё нравится Гвинт. Но давайте, ладно, не будем обсуждать Гвинт. Там очень надолго. Потому что там нужно будет обсуждать выход патча 2.0. Который очень многим не понравился. А я с этим максимально не согласен. Потому что там просто у людей в мозгах конформизм. Типа, о, новое, хуже. Это раньше было лучше. И вот это всё. И как бы Херстоун-стайл объяснишь, что на самом деле стало лучше. Ну, или как минимум не хуже, чем раньше. Просто по-другому. Да. И вот это нытьё, оно просто непобедимое. Я думаю, по-моему, разработчики до сих пор не победили. В итоге интерес к игре угас. То, что, ну, как-то новая аудитория не наработалась. Да. А старые всё изнылись. Так что там обсуждение очень надолго будет. Но Гвинт тоже классный, прикольный. Но некоторые аспекты не связаны с выходом того 2.0. Как он там? По-моему, 2.0 назывался. Вот. Именно фундаментально. Мне не очень нравится. Вот. Она какая-то... Вот именно поток процесса игровой. Она какая-то неплавная, что ли. Как будто вот... Ну, не знаю. Опять же, изначально фундаментальная игра не подразумевала сетевого чего-то. Да. Её для синглплойера сделали. Чтобы с ботами шлёпать картонки. И было прикольно. Так что... Вот. А Рунтерра – это прям вот вылизанный вообще супер-мега-класснейший проект. Всё здорово. Всё классно. И, как по мне, он находится где-то между Херстоуном и, наверное, чем-то таким супер-хардкорным. Потому что, с одной стороны, он очень прост, очень динамичен, очень бодрый. То есть, разобраться, чтобы минимально шлёпать картонки, сильно много усилий не потребуется. То есть, вы начнёте играть и очень быстро сориентируетесь. Правда, опять же, да, спустя вот сколько... Не знаю, когда он был запущен, но я где-то года два не играл. Появилось гораздо больше механик разных. Но они все простые. Опять же, вы их подзапомните без проблем. Даже я подзапомнил со своей максимально конченной памятью. Вот. А так, просто пошлёпать картонки вы разберётесь за пару дней. Что к чему минимально. Но, тем не менее, здесь мне гораздо больше нравятся, как устроены бои, чем в Херстоуне. То есть, они более тактикульные. Потому что вы не просто... Ага, ну вот у меня есть кристалломаны, я их шлёпну. Дальше противник шлёпает свои кристалломаны. Мы друг на друга смотрим. В это время отдыхаем, в носу ковыряем, когда ходит противник. Здесь нет. Здесь как бы все ходят одновременно. То есть, кто-то атакует, кто-то в обороне находится. И, то есть, враг что-то делает. Ты можешь это законтрить. Опять же, ты делаешь что-то. Враг может это законтрить. То есть, нужно постоянно думать. Это реально похоже гораздо больше на полноценную ККИ, чем на максимально казуальную. Как и Херстоун. Опять же, Херстоун в своё время взорвал интернет. Я в него залипал много. Надо дать должное. Он как раз-таки породил много разных других ККИ. Правда, они все что-то поугасли, поутихли. Там, тот же клон Херстоуна, как он по Скайрим, по Тесу. Я не помню, как он назывался, но его разработчики бросили. Он просто считал не очень много. Опять же, тот же Гвин как-то тоже поугас. И сейчас не очень популярный. Да, Рунтера, на самом деле, тоже не популярный, в принципе. И Херстоун сейчас уже не настолько популярный, как в своё время. Но, тем не менее, надо отдать должное. Он породил вот новую волну ККИ-шек. Что очень здорово, потому что я ККИ-шек люблю. Ещё в супербородатые годы, когда ещё толком даже интернета не было адекватного. Я в Берсерк играл в онлайну. Было супербалдёжное время тогда. Вот. Но, как бы, что было, то прошло. Рунтера. Рунтера классная, замечательная. Максимально рекомендую, если вы фанат каких-то ККИ, попробовать поиграть. Если вы выпускали из внимания. Потому что сделано очень добротно. Вот. Мне особо не к чему придраться. Да, понятное дело, что если вы насидите тут миллион часов, можно напредодобираться там балансу, ещё к чему-то. Да, это вообще в любой игре так. В любой ММО-хе. ККИ вообще где угодно. Любой сервис. Любой шутер. Возьмись. И найдётся, чтобы люди, которые там наиграли сто пятьсот миллионов часов, вывалят тебе целый список того, как разработчики что-то там не доделывают, не делают и так далее и прочее. Я ещё не видел ни одной вообще такой сетевой игры, где комьюнити было бы супердовольно. Вот, ни одной. Ну, так, опять же, не играть в игры стоит. Тем более в хорошем. Вот. Соответственно, я тут недавно играл в, как она там, Crystal Arena, что-то там, которые у меня есть два ролика, я выпустил третий, надо ещё довыложить. Но тоже я что-то, потому что подзабил на игру и вот никак не выложил. Но надо выложить. Там прикольно. Вот. Игруха классная, приятная, но, во-первых, там один или два разработчика, которые вряд ли игру будут как-то развивать очень активно, настолько, насколько хотелось бы, да, игроку, чтобы получать постоянный контент и вот это всё. Да и игра настолько примитивная и простая, то есть это и плюс её, то есть прям вообще раз и играешь. Но в то же время очень трудно представить, как можно расширять адекватно концепцию, ну, а как бы ККИ без новых сетов, без новых картонок, в принципе, обречена. Да, то есть вот в этом плане перспектива выйдет с мне очень смутной, если честно, у той игры. Но, опять же, поиграть попробовать можно, тем более там Super Free 2 Plane и вот это всё. Но, опять же, задумываясь, как и неименуемо вспоминаю Шерунтера, потому что Шерунтера классная, здоровская, вообще, я в неё очень много балдел, когда играл. И, опять же, я в неё, вот когда в неё залипал два года назад, я кучу-кучу видосов на Ютубе смотрел, ну, там, записи стримов, опять же, там, и PvP-шные, и PvE-шные. Я не знаю, есть там в Харстоне PvE нормальная или нет нынче, но здесь PvE-шка вообще супер-классная у меня, прям, она здесь становится даже больше, чем PvP. Ну, потому что, что там, ну, выиграл-выиграл, проиграл-поиграл, да, а вот PvE здесь прям такая, рогалик на прохождение, вообще супер-классно сделано. В общем, я залипал. Потом, правда, что-то подзабил, но просто переключился на что-то одно, другое, пятое-десятое, и вот как-то, вот как-то. Это такая вот предистория, предисловие, то есть, не вот, что я тут как бы с нуля так ворвался неожиданно, какой-то у меня багаж знаний, который умножился на ноль, конечно, но имеется. Вот, я вспомнил, захожу, классно, кайфово, колод нету, ничего нету, все, что было, не играет практически, ну, то есть, там, можно играть, на самом деле, чем угодно, но против мета не попрешь. Ну, опять же, как не попрешь? Если ты играешь грамотно и идеально, а враг совершает ошибки, то попрешь. Но при равных условиях, сами понимаете, в общем, нужно собирать колоды и вот это все, и я решил такой, ну, надо в ПВЕ сначала забуриться, пока я вообще тут пытаюсь сообразить, что к чему, какие там колоды играют, не играют, ну, вот, и, блин, ПВЕ стало еще круче. Вот, но коль я за это дело заговорил, за коллекцией, да, за колоды, пока что собрал только одну колоду, максимально глиняную, то, что показывает трекер нынче, это Вейн и Зетт. Причем Зетт у меня был, Вейн я купил, вот. Колода, ну, я ей так себя выигрываю, если честно, не сказал бы я, что я на ней как-то прям разрываю адски, тем более, что я тут играю в серебре, но вроде прикольно, надо лучше разбираться, да. И, собственно, переходим к той самой сочной истории, с которой я завлек в самом начале. В общем-то, возвращаюсь я в Рунтеру. В свое время я играл, когда я покупал себе местный прем, не помню уже, сколько он там стоил, прем, что-то темное, что-то там дарк, я забыл, как называется, короче, темный космос или что-то такое, такая темно-космическая тема была, мне очень понравилось, я прям решил, что, ну, игруха, ну, то есть, блин, игруха максимально фритуплейная, то есть, вы спокойно можете собрать себе колоды, самые топовые, то есть, опять же, здесь нет такого, что тебе там в колоду надо 100-500 миллионов легендарок, у тебя в любом случае, как бы, в колоде используются 6 персонажей, вообще, как, если вы не в курсе, как здесь все устроено. Здесь есть 4 редкости, да, то есть, обычный, редкий, эпический чемпион. Соответственно, в колоде используется 6 чемпионов, 2 по 3, то есть, 2 чемпиона каких-то, по 3 копия. Вот, это самое дорогое, что, как бы, есть в игре. Но при этом колоды могут быть, ну, то есть, как бы, 2 чемпиона, да, и ты, например, собрал одну колоду из 2 чемпионов, ты можешь одного поменять чемпиона, то есть, 3 карточки заменить, и это уже будет вообще практически другая колода, то есть, она может наполовину другая, потому что используются у вас карточки из тех регионов, насколько я помню, но, по-моему, оно так устроено, ты используешь именно те регионы картонки, которые вот именно чемпиона, да, то есть, соответственно, у тебя половина колода может поменяться из-за чемпиона, то есть, какие-то другие совсем уже такие вот, ну, другой редкости карточки используются, и она может играться совсем, ну, не то, что прям совсем по-другому, но все-таки ощущения будут отличаться. Соответственно, ты можешь потом поменять того персонажа, который ты поменял, и это уже будет, опять же, третья колода, да, то есть, вот так постепенно ты можешь пересаживаться с одной на другую, вот, что очень здорово, что очень прикольно, ну, и постепенно у тебя подкапливаются чемпионы, и ты уже разные совершенно комбинации можешь собирать из них, и у тебя все-все больше и больше вариативности появляется. Вот, соответственно, ты фармишь одну карточку чемпиона, то есть, здесь очень крутая тема, что у тебя есть не только валюта, вот, зеленые кристаллы, это вот, собственно, кристаллы, из которых крафтятся карты, стоит чемпион 3000, но у тебя еще есть вот такие вот дикие карты, блин, клики не видны на записи, но тем не менее, вверху, обратите внимание, вверху над персонажем есть карточки, да, это дикие карточки, то есть, универсальные, то есть, вы можете потратить на любую, да, то есть, вот одна легенда, ну, то есть, любую легендарку, да, любого чемпиона я могу скрафтить, вы, выполняя абсолютно прям халявнейшие дейлики, зафармливаете хранилище еженедельное, три, ну, максимально-то три самых крутых сундука, плюс, самое главное, на 10 уровне вам дается вот эта вот дикая карточка чемпиона, то есть, 10 уровень зафармливается, ну, вообще, там, за день, фактически, ну, может быть, за два, это чисто зашел там полчаса, там, может быть, час поиграл, пошлепал картонки, да, и все, у тебя 10 уровень этого хранилища, тебе дают три, по-моему, платина в эти сундуки, из которых там насыпет вам всякого-всякого, где суммарно выйдет, по-моему, тысяча полторы зеленых осколков, то есть, это уже пол легендарки, и дикую легендарку, то есть, считайте, каждые три недели вы крафтите чисто из диких карточек, чемпиона полностью, да, и еще куча всякого барахла, плюс, опять же, могут чемпионы из сундуков, но падать, короче, блин, серьезно, месяца за полтора вы обзаведетесь какой-нибудь одной, а то и двумя колодами точно, полностью собранными, вот, ну, а дальше только будете наращивать этот темп, то есть, блин, серьезно, по фритуплейности вообще супер халява, максимально халявище, вот, и, соответственно, учитывая вот эту супер халявищу, я такой думаю, блин, ну, ребят прям молодцы, порадовали, сделали вот что-то годное в эпоху какого-то говнища абсолютного, да, сделал реально крутую ККИ, и причем вроде и напоминает Харстон своей механикой какой-то определенной, но в то же время совершенно не похоже на него по содержанию, по сути, причем очень стильно, сочно выглядит по визуалу, что, ну, тоже нельзя не отметить, прям супер балдежно все выглядит, да еще и во вселенной Лола. В Лол я играл, правда, 10 лет тому назад, я, правда, в него возвращался недавно, ну, относительно недавно, году, опять же, 12, по-моему, как раз-таки из-за Рунтера, я в Рунтеру поиграл, и захотелось в Лол поиграть. Были у меня ролики такие, там, рандомный бранд, у меня были ролики что-то типа такого по Лолу, но я на него забросил, потому что, ну, блин, там потеть надо, что-то нервы сплошные, в общем, неохота, все это дело больше нервяка доставляет, чем положительных эмоций в итоге, так что я подзабился на него достаточно быстро, но Лол классный, да. Вот, и я покупал боевой пропуск в свое время, да, то есть два года назад, потому что, ну, грех не поддержать разрабов, тем более визуал дают, визуал я люблю, и вроде как не очень дорого это все было, и тогда что-то деньги у меня были, откуда-то, не помню, ну, в общем, где-то на скреб, там, с канала, может, с каких-то донатов, может, со стримов, еще что-то, и такое, ну, надо купить. В общем, купил, получил, все здорово, все классно, у меня с него теперь есть, ну, за него тогда давали питомцы, то есть у вас на поле вы можете, как бы, что здесь из визуала, скины на персонажей, в самом поле, и питомцы, ну, он там в углу сидит, тусит, в общем-то давали пять питомцев сразу, за один батл пасс, ну, и, ну, эти задники карт, там, рубашки карт еще давали, ну, тоже такое, мелочи приятные, там, на самом деле, рубашка карт супер крутая, но это моя самая любимая, вот, ну, и питомцев тоже питьюню навалили, то есть, по-моему, что-то на рублей 600 стоило, вообще, по-моему, 10 долларов стоит, то есть, рублей 600 он там выходил, то есть, за 600 рублей, ну, так нормально, чисто поддержать, опять же, разработчиков, потому что, ну, раньше я всегда, вот, какую фритоплейку не возьми, у меня всегда был в ней донат, даже если он мне толком не нужен был, когда у меня, опять же, была возможность финансов, потому что, ну, надо поддерживать, да, хорошие проекты надо поддерживать, то есть, у меня есть донат в Пое, у меня есть донат в Warframe, у меня есть донат в Robocraft и в кучу других игр, которые, вот, в Лол у меня есть донат, в Ромдеру есть донат, в Гвинт, по-моему, есть донат, в общем, вот все годные игры я поддерживал, правда, сейчас я супербомж, и, как бы, поддерживать у меня особо нечем, вот, меня бы кто поддержал, вы, кстати, можете сделать на моем бусте, да, интеграться от бога, на минуточку, вот, в общем, классно, здорово, вот, возвращаюсь, вижу тоже, опять же, боевой пропуск местный, да, и боевой пропуск классный, здоровский, зачетный, это не он, так сказать, вот, одна беда, денег он стоит, а денег, и даже дело не в том, что денег стоит, а в том, что, ну, вот я рассматриваю, в общем, здесь стали давать всякие итемки для нового PVE-режима, его переделали полностью, ну, по-моему, я как раз забивал на игру, когда его добавили, то есть я был в курсе, что его переделали, но не в курсе, там, не играл сам, так скажем, вот, в общем, там появились, по-моему, это, опять же, кстати, вот на ютубе пишут 2.0, то есть это, видимо, не сразу такое было, но там нужно отдельно персонажей прокачивать, не как вот в PVE-режиме, то есть там прям полноценный, вообще самостоятельный рогалик, и даже если вот вы не любите картонки ради PVE, я могу порекомендовать Рунтеру как чисто PVE-игру на самом-то деле, вот, Ситвиз, да. В общем-то, тут дают всякие осколки, для того, чтобы там звезды персонажам накидывать, рубашки, иконки, да, очень круто, опять же, куча всяких карт, при том, что, блин, серьезно, с премом, тут вообще ты думаешь, знаешь, вот обычно ты думаешь, блин, вот скорее бы там дофармить, что-то невозможно долго взять тот же там многострадальный, да как он там, ну, гача-то, ешкин дрон, ну, вы знаете эту гачу, топ-1 гача in the world, который я ненавижу за монетизацию. Блин, меня заклинило название, серьезно. Ну, в общем, вы поняли, о чем речь, да, и там ты сидишь 200 дней фармить на сигнатурку, ты такой, вперед, да, то есть вообще просто забейте какой-то под длительностью фарма, вот, а здесь ты заходишь и думаешь, блин, ну, зачем вы мне столько много всего даете, я же слишком быстро соберу коллекцию, а какой у меня дальше стимул будет коллекционировать, точнее, меня не будет радовать с пополнением всяких вот этих вот карточек, там, выпадения из паков, вот это все, потому что у меня все будет, но, ребят, дайте мне поменьше, будем мне там в два раза меньше вдавать вот этих всех ништяков, а с премом вообще ты думаешь, ну, ребят, ну, не надо, не надо, не хочу покупать прем, потому что вы мне тут еще больше дадите игрового вот этого барахла, который так засыпается, не надо, можно я куплю вот только визуальные ништяки, но, может быть, там, дешевые, вот, серьезно, настолько парадоксальная игруха, ну, конечно, приятно получать ништяки, вот, это вот всякие артефакты выпадают, реликвии для ПВЕ, опять же, режима для... Ну, это штука нужная, фиг получишь, я так понял, пока что, по крайней мере, пока что с РСКЧ не получится, вот, и я обнаружил, что очень классно и приятно, здесь, правда, вот неудобно не посмотришь, да, в какую-то превью, но за батл пасс стали давать скины на персонажей, правда, я обнаружил, что вот в этом батл пассе не дают вообще петов, ноль петов, причем вот в предыдущем я на ютубчике нашел, опять же, стало интересно, посмотрел, в предыдущем давали, причем петов, то есть давали и скины, и петов, то есть вот только вот в этом первый прием, который не дает петов, что несколько меня расстроило, но, на самом деле, я даже не поначалу и не обратил внимания, потому что я обратил внимание, что самое главное, это скин на Вейн, здесь выдают, вы уже в моей коллекции, ну, самый первый там выдается, скин прям супер балдежный, то есть вот когда вот смотришь вот на такую обрезку, да, вот этот скин, блин, мне он дико нравится, супер кайфовый, причем за Вейну я, опять же, в Лоле наиграл немало, наверное, не самый мной наигранный персонаж, больше тебя там за Катарину наиграл, ну, просто она там, блин, сноуболила адски, не знаю, как сейчас, но 10 лет назад, вот, пару лет назад и Вейн играла жестко, в МИТ была, там все про играли, там все, короче, турики, все, которые игрались, там Вейн, там, топ-пик была, опять же, как сейчас, не знаю, но на Войне я отыграл много, очень классно, прям ее механика мне нравится, хотя я очень плохо на ADD-кере, вот, в общем, я такой увидел, блин, ну, вообще супер балдежный скин, правда, в полной версии, в полной версии арта, ну, не так сочно выглядит, не знаю, что за парадокс, но так смотришь, как-то, ну, ок, ну, ок, да, то есть у него как бы два состояния, вот этот круто выглядит, в полной версии так точно. Что в полной, что в портретной, вот, но вот именно в обрезке, блин, вот, супер сочно, мне очень нравится, на самом деле, опять же, я уже сказал, Рунтера по визуалу, это вообще, что оргазмическое, тут, что ни ткни на арты, они все настолько замечательные, просто уму непостижимо, наверное, самые сочные, красочные, которые существуют на рынке, так точно, даже Гвинт, Гвинт, он мрачный, да, он анимированный, да, но по сочности есть здешние арты, просто зашкаливающие, в Лоле тоже, те скины, которые выпускают, это просто вообще мега нечто, вот визуал, они, конечно, максимально вложились, но, как бы, да, здорово, я бы еще, кстати, вот этот хотел скин, чисто ради портрета, его еще можно как портрет, по-моему, поставить, если ты этот скин покупаешь, и там вообще такая голова, и это, конечно, 20 из 10, но вы сами знаете, да, красный цвет волос, это топчик, вот, но, Джинкс я, что-то особо не играл, никакими колодами, вот, но, тут тоже супер сочный, вообще все женские супер сочный выглядят, да, вот Гвинт, тоже бы я такой скин вообще тут взял бы, что-то прям супер круто выглядит, «Звездная защитница Кайса», здесь вообще, блин, «Север Мун» анимация, тоже 20 из 10, я так, правда, не допересмотрел «Север Мун», я этим занимался, когда в «Луст Арк» сидел, потому что, ну, ты что, ты сидишь, глядишь, и в окне поверх игры чисто «Север Мун» пересматривал, вот, ну, там, это вайфы моего детства, парочку так точно, вот, так что, блин, конечно, референсы на «Север Мун» это, это, это ништяк, я когда увидел, прям порадовался, ну, здесь очень много крутейших скинов, прям, можно бесконечно нахваливать с местных скины, вот, у «Кейтланд» тоже супер вообще, супер вообще анимация, да, то есть, на нее смотришь, ее хочется пересматривать, как же она поставлена, да, то есть, двойной уворот здесь, в прыжке уворот, ну, то есть, прям вообще супер балдеж, конечно же, то есть, блин, визуал, это нечто здесь, вот, конечно, все платно, что по делу, да, зато игра бесплатная в целом, ну, и тем более в менюшке посмотреть-то можно тем более бесплатно, вот, но я увидел, короче, скин на Вейн, да, и прям слюней так на него напускал, массово, обильно, вкусно, тем более, опять же, здесь всяких других ништяков выдают, выдают призматические сундуки, здесь вот, наверное, если говорить как раз-таки по призматикам, то есть, типа такие, как это сказать, элитные версии карт, Рунтера будет самый худший, как ни парадоксально, это единственное, в чем она, наверное, самая худшая, относительно вот Гвинта и Херстоуна, потому что в Херстоуне там золотые, такие все там эффектно, светятся, круто, здорово, сейчас, может быть, еще что-то добавили, хрен его знает, в Гвинте там вообще анимация, это топчик, а здесь просто рамочка такая, причем мне вот, самое парадоксально, мне не очень нравится, как выглядят призматические персонажи, потому что вокруг них просто золотая рамка появляется, и она выглядит как-то, ну, здесь, по-моему, это не видно, а нет, видно, вот так выглядит призматический перс, ну, просто рамочка, да, видите, золотая, вот у Вейн, и типа, ну, и че, причем как-то, ну, очень так, не очень это выглядит, как-то вычурно, колхозно, цыганские, прям, мне не очень доставляют это дело, но зато призматик, все видят, что у тебя призматический персонаж, да, так что, ну, как бы, что есть тут, тем им можно пользоваться, да, тем им нужно флексить, но мне гораздо больше нравится, как выглядят обычные картонки, они вот такие вот, такие платиновые, вот прям намного круче, эффектнее, на мой взгляд, все это дело выглядит, вот так что, вот платиновые призматики, ну, обычные призматики, на все обычные карты хотелось бы заполучить, ну, ходовые, да, и чем больше, тем лучше, и у фритоплейщика достаточно мало потенциала к этому, к этому делу, потому что у тебя тут по квестам, два квеста у тебя есть, еженедельно чисто в пвп порубиться, ну, у меня уже выполнены на эту неделю, там тебе дают сундук с обычной призматиной, то есть там, по-моему, есть шанс, что он может проапгрейдиться, но тебе вот самую обычную карту, самую зеленую, которую редкости дадут, да, одну на выбор из трех, еженедельно, ну, если он проапгрейдится, редкую карту ты возьмешь, и еще ежедвухнедельный цикл, то есть две всего в месяц ты получаешь, это с пве, там нужно в пве поиграть, там два этапа, ну, сначала, опять же, зеленый сундук, потом синий, синий может до эпика проапгрейдиться, причем, по-моему, там может быть даже, кстати, дабл апгрейд, то есть он сначала апгрейдится до эпика, а потом апгрейдится до легендарки, то есть такая механика, то есть сундук с 20% вероятностью повышает свою редкость, или карточка повышает свою редкость, ну, что-то есть такое, есть такая тема, вот, сейчас детали я не соображу их, вот, то есть, ну, мало, вот, а с према тебе навали вот этих призматиков, там штуки 3, еще эпический призматик, точность, то есть точно дадут какую-то эпическую призматическую карту, да, плюс в них, опять же, капает красная валюта, которую ты можешь любую карту запризматить, вот, так что, вот именно для призмачения карт, опять же, прем, прям вообще супер тема, ну, опять же, плюс всякие смайлы, там, ну, раньше, опять же, да, не знаю, я очень надеюсь, что в следующем премам дадут еще каких-нибудь поэтов новых, потому что, ну, вообще в идеале, вот, чтобы давали за прем все аспекты, которые есть, да, чтобы все давали, то есть, скины какой-нибудь один, например, там один, ну, два, ну, пусть один будет, да, то есть какой-нибудь скин на каком-нибудь персонажа, да, а потом игровое поле какое-нибудь, потому что, ну, полей много, опять же, хотелось бы для разнообразия, у меня куплено одно, но я чуть-чуть сомневаюсь, что я куплю хоть когда-нибудь еще одно, тут парочку интересных есть, опять же, для разнообразия я бы взял, может быть, не это, не знаю, сейчас не найду, да, то есть, но еще просто для визуального разнообразия, что-нибудь, конечно, хотелось бы, даже, может быть, не эпическое, какое-нибудь просто редкое, вот, на одном и том же сидеть, ну, тоже, ну, Ну, хочется еще что-нибудь постоянно. В идеале, чтобы там батлпасты давали скин, поле, пэта, рубашку, эмоцию. Ну, как бы все. И ты уже там сам комбинируешь. Но получается, что поле не дают, а теперь еще и пэтов не дают. Но рубашка мне нравится, которая у меня есть. Хреновю надежу. Вот эта. Прямо супербалдежная, супермегаэпическая. Я вряд ли на что-то хочу поменять. Ну, для разнообразия, опять же, тут дали. Я использую там кое-где другие. Ну, опять же, для разнообразия. Но основа, конечно же, это вот эта. Вот, эмоции. Эмоции, кстати, по-моему, я покупал одну. Но тут просто супертоповая эмоция. Ее не купить, по-моему, вообще было нельзя. Вот. Ну, тем более, что я там задонатил. Остался какой-то хвост. Вот, блин, где же эта эмоция-то, ешкин. Чуть ее пораскипал, по-моему. Сейчас, сейчас. Во, во, во. Блин, еще суперрофловая эмоция. Я ее чуть ли не, наверное, каждый второй ПВП-бой кидаю, потому что это просто вообще суперкайфарик. Вот, прям вообще я обалдею. Да, даже в эмоциях они здесь сделали прям суперкачественно. Насколько я знаю, в Hearthstone, не знаю, опять же, может, что-то поменяли, но там, блин, тебе дали да, вот эти чисто реплики дефолтные, и все, и ты как бы... И все, и дальше у них ничего не сделаешь. Вот это вот за местный Battle Pass дали. Но я считаю, не такая крутая, которую я вам показал. Да, то есть можешь что-то такое кидать. Тоже прикольно, но по сравнению с этим, это чейки, скидки такие сидят. Заодно ничего, абсолютно топ-эмоция. Я просто не мог мимо нее пройти. Вот, короче. К чему я все это дело веду? Классно, здорово, да, Battle Pass, задонатить. Но опять же, с телефона, вы знаете, проблемы с задонатить. Нынче существуют, да, напрямую это не сделаешь. Но, но, ребят, я такой иду смотреть, сколько это все дело стоит. Не знаю, он сейчас, наверное, фиг знает, не буду вылистать, искать. Но, в общем, он стоит чуть меньше тысячи. Этот пропуск тысячи местных денег. Да, я такой жмакаю плюс, и мне открывается вот такая менюх, которая показывает, что тысячи местных денег стоят до 500. И я с этого просто максимально хреневаю. О чем мы в Дискорд скидываем скрины, и просто вообще... Типа, чё? Две 500 за... Просто, ну... Опять же, скины, ну, они не анимированы. Просто, блин... Тем более, большую часть времени ты видишь просто вот эту рамочку, да, портретик. Да, не весь этот арт. Весь этот арт вообще нигде никогда не видишь. Кроме как, если ты сюда зайдешь и откроешь его. В игре ты видишь только... Ну, откройся там. А, ну, что? Это он сейчас будет открывать, да, приложение. Но ты его видишь в игре даже меньше рамочки, чем вот здесь, по-моему. Ну, то есть, меленько так, как бы, две 500. Что это вообще за цены? Я, в общем, прихренел. Подумал, что это как-то регионально. Они подкрутили. В общем, я не годовал очень долго, потому что скину на Вейну мне прям дико захотелось. Ну, две 500 за... Блин, три пиксели. Извините меня, я лучше закажу за два таких према арта для глубины холода, на которые я, собственно, собираю деньги через бустя. Вы туда можете затонатиться, да. Вот. Ну, или напрямую, если хотите. Чтобы разобраться, что это к чему, ну, там тоже на бусте можете прочитать. В группе там прочитать, все такое прочее. В общем, ценник вообще конский. Я охреневался, охреневал. Очень долго охреневал. И знаете, что вода оказалась? Вы не поверите. Но это, ребят, цена не в рублях. Вообще не в рублях. Это тугрики. Ну, точнее, тенген. Потому что... Так как же игра-то, ее просто... Геншин. Во, блин, вспомнил. Геншин. Потому что в Геншине тоже... Когда мне уже сколько там... Год с лишним, полтора практически года назад задонатили. На день рождения я все-таки собрался покупать спрем там местный, чтобы пушку получить. Потому что их игровым путем никак не получить. И вот надо было купить. То есть, ради этого мне там как раз-таки подарок подогнали. Я такой, надо, все, все. Покупаю. И, как казалось, если покупать через Казахстан, это, по-моему, дешевле получается. Что-то рублей на 200. То есть, он там не 900 рублей выходит, а что-то 700. И уже это... Ну, такая прям нормальная скидуха. А, в общем, я очень долго возился со сменой платежного профиля для Google, чтобы стать казахом. Да, еще до того, как появились какие-то санкции. Просто ради скидки, там, 200 рублей. Но, опять же, извините меня, 200 рублей, там это почти целая лишняя према там, боевой луны, или как она там называется, скидка. То есть, тоже неплохо. Да, тем более деньги-то не лишние. Они не то, чтобы каждый день дарят, да, деньги, чтобы я мог куда-то задонатить, а своих у меня вообще нет. С чем-то, что канал ни хрена не приносит и все такое прочее. Вот. Соответственно, я вдруг осознал, я совершенно забыл, что я это делал, потому что я не то, чтобы донатчик, как вы понимаете, в игры, потому что у меня их тупо нет денег, чтобы что-то донатить. Вот. Но я вдруг осознал, что это тенге, понимаете? Это не рубли, это тенге. И знаете, что еще оказалось интересно? Эта находка, она оказалась вдвойне приятной, потому что, во-первых, прем здесь все-таки не стоит 2,5 тысячи, он стоит 10 долларов. То есть, ну, по курсу сколько там? Рублей 650. Я фиг знает, я не проверял курс очень давно, но что-то рублей 650 пусть будет. Ну, собственно, как он стоил 2 года назад, когда я его покупал, что уже оказалось подъемным. Ну, относительно. Ну, ради скина новейна, я думаю, можно. Ну, тем более, опять же, поддержать разработчиков, хотя только, получается, битого и не битого везет. Вот. Но я думаю, я такой думаю, ну, блин, опять же, на фоне, да, есть такой, на самом деле, психологический прием развода на вас, на деньги. Когда вам сначала говорят какую-то гигасумму, а потом говорят, ну, типа, знаете, а вот там в Ламборджине миллион стоит, а вот наш автомобиль стоит всего лишь 100 тысяч. И тебе на психологическом уровне 100 тысяч уже воспринимаются гораздо комфортнее. В общем, опять же, приемы методы разводника, абуза психологических, в общем, принципов и паттернов мышления можно на Ютубе загуглить, посмотреть, почитать и так далее, да. В общем, если вы интересуетесь психологией, если вам это интересно, вы можете это все найти. Да, но вот есть такой принцип и прием, да, когда какая-то сумма относительно гига большая уже не кажется такой жесткой. И вот здесь стал, конечно, жертвой вот этого, потому что если бы я сразу зашел 600 рублей, такой, ну, блин, 600 рублей. Ну, а когда я такой, о, блин, тогда всего лишь 600 рублей, а не две с половиной. Разница психологическая... Ну, ощутил разницу, да, но в психологическом уровне это стало чувствоваться совершенно по-другому. Но знаете, в чем прикол? За казахстанские тенге он стоит вообще на самом деле не 600 рублей, а 2500 тенге, конвертируя в рубли, получается вообще 320 рублей. То есть скидка 50%, представляете? То есть, блин, я не знаю, во всем мире он стоит 600 рублей, и только в Казахстане на 50% дешевле, или есть еще какие-то страны с такой же хорошей и вкусной скидкой. Но тем не менее, вдруг оказалось, что я могу его купить аж всего лишь за 300 рублей с копейкой. Что, ну, серьезно, вот 300 рублей вообще суперкомфортная цена. Если у тебя есть деньги особенно. Да, но даже если у тебя их нету, в принципе, не выглядят суперчем-то страшным. В принципе, там чуть-чуть подскрести и набирая, ну, на 300 рублей можно понять, что вполне себе норм. Да, опять же, арт нужно же нарисовать. Понятное дело, что ты его видишь там портретиком, но, извините меня, это целая работа художника. Да, то есть, все вот это вот. В других играх за 300 рублей только писи по губе поводят, и все. Так что ты два таких скина получаешь. То есть, вот этот скин и вот этот скин. Тоже, на самом деле, достаточно крутой. Ну, опять же, на мужские я слюни не пускаю, да, но, тем не менее, скин-то нормально, бодрячковый. В предыдущем премия скины тоже были вообще суперзамечательные. Я на ютубчике посмотрел. Но, опять же, я пропустил, что поделать. Вот. В общем, в два раза приятнее стало. Да, цена. Точнее, ну, два этапа уприятневания цены. То, что не 2500 рублей, а 600, на самом деле, премии здесь стоят. А потом оказалось, что за тенгене 600 – 320. Вот. Но еще приятнее, на самом деле, стало, когда Петя Кумыс предложила мне, в общем-то, задонатить на премию, потому что, ну, пять, типа, 300 рублей. Говорят, ну, вот, я, Серега, могу тебе задонатить, ну, как бы в качестве доната, да, поддержке. Вот. И, в общем-то, мне премия вообще оказалась вышла бесплатно. Вот. Я максимально истинно благодарен Петю Кумы за такую поддержку, потому что, блин, это суперкайфово. Ну, здесь, видите, еще такая вот замута такая получилась. Да. История, в общем, заслуживающая, по-моему, экранизация. С этим премиям местным, в общем, Петю Кумысу я очень благодарен. Ну, вообще, я благодарен всем, кто меня поддерживает. Да. Кто и прямыми донатами поддерживает, и на бусте, в том числе. Но, в общем-то, история заканчивается тем, что у меня есть теперь местный премий. Я его фармлю с удовольствием. И вот, серьезно, мне очень нравится играть с премиям. Вот. Ну, понятно, что с премиям играть приятно, но, не знаю, с чем-то, что настроение у меня супер тухло, да, нужно чем-то в себя радоваться, ты заходишь, и, ну, фритуплейно просто награды очень редкие, и они такие, ну, ну, да, нормальные, но здесь вот эти ящики, о чем я сказал, что не то, что мне они нужны здесь, да, что я прям ажиотирую с этих вот ящиков. И бесплатно в основном эти ящики, ящики дают, ну, дают и дают. Да, я это все игровым путем могу зафармить, ну, бесплатно призматическую серафиму дают. Вот это вот самое, на что я шлюня запустил, потому что, ну, призматик стоит что-то там 700 кристаллов, ты эти 700 кристаллов, будучи фритуплейщиком, будешь полгода фармить. Ну, ладно, может быть, чуть поменьше, но это реально очень долго фармить, да, вот. Пусть я и сказал, что не люблю золотые рамки, но игроки-то будут видеть, что у тебя золотые рамки, да, и ты можешь с этим флексить. Вот, так что вот это самое главное, на что я бесплатно здесь глаз положил. Вот, а самые ништяки, да, вот что-то такое визуальненькое, там, какие-нибудь эмуты, это все, это все как бы заплатно, да, и как бы куча призматиков, вот, и ты сидишь такой, ну, и тебе ничего не дают, тебе просто ничего не дают, ничего не дают, ничего не дают. А когда ты идешь с премом, тебе такой, о, уровень, тебе что-то дают, о, уровень, что-то дают. Вот в этом плане я супер кайфую в Апексе. Сейчас, вот, через 10 дней начнется уже третий для меня сезон, как я вернулся, с учетом того, что сезон идет почти там три месяца, или поменьше трех месяцев. Ну, короче, уже прилично, я так понимаю, по сроку наиграл, и, блин, я продолжаю играть, мне нравится. Вот именно за счет, наверное, как раз-таки према, за счет, потому что там один раз купил, он навсегда. Вот, и у меня там складывается такой цикл, что вот пока у меня есть награда в премии, я играю плотно, я прям кайфую, там, каждый уровень, там, что-то дают. Да, там дают, опять же, можно сказать, кучу всякого мусора, там, какие-то реплики, которые тебе нахрен не нужны, тебе какой-нибудь, самое главное, да, эти там, не стикеры, не молотые, я забыл, как это называется. Короче, ты на землю можешь кинуть всю эту хрень голографическую, там будет светиться. Вот. Вообще, в обычной игре вообще никогда не используется, просто максимально бесполезное говнище. Ну, может быть, на арене перед стартом ты это кидаешь, но я в арену не играю. Но все равно приятно, тебе что-то навалит, ты такой, о, он прикольненький, вот этот прикольненький, прикольненький, да. Это реплики, ну, эти реплики прикольные, причем, опять же, реплики вроде бесполезное говно, а пока в самолете летишь, кто-то что-нибудь донажмет, и, опять же, это добавляет какого-то разнообразие в взаимодействии персонажей между друг другом, да, и они там, ну, у каждого свои, по характеру, по настроению, да, в своем стиле. То, что их добавляет, это, в принципе, само по себе прикольно. Вот, то есть расширяется спектр того, что какой-нибудь персонаж может ляпнуть перед боем. Вот, опять же, там, рамок тебе дают, эмоции полета дают. Если что, хреново, не дают пост для баннеров, их только выбивать, и их достаточно очень мало. Надо фиксировать. Опять же, скинов оружие, скинов персонажа, ненужные нахрен вещульки на оружие. То есть, вот, прям насыпают всего и подряд. Вот о чем я сказал, что вот здесь вот не всего подряд дают, а как-то однобоко, да, только полей не дают, петов теперь вообще не дают, типа, покупай. Видимо, может быть, разрабы посчитали, что и так жирно раздают. Тем более, что здесь добавили, ну, по крайней мере, на PVE-режим дают всяких, опять же, игровых фигней. Но я бы предоставил меньше игровых фигней, но, как вы понимаете, больше всякого декора. Ну, так вот, в Apex ты вообще-то один раз реально купил, и тебе кэшбэк это полностью према, и я сижу, пока там награды сыпятся, то есть, вроде мусор, но приятно. Да, тебе насыпают, и ты можешь там потом что-то как-то накастомизироваться. Я прям сижу с удовольствием. Потом награды заканчиваются, и я уже практически не сижу, и в зависимости от того, как быстро я зафармил прем, настолько долго я отдыхаю до следующего сезона. И вот я тут, считайте, сижу, жду, когда что-то начнется. Уже соскучился по игре в Apex, ну, типа, просто так ты играешь. Ну, что-то просто так, типа, ну и что. Типа, ну да. Ну, так можно вообще бесконечно сидеть, да, понятное дело, что хоть миллион часов поиграть, это неприкольно. А тут, когда прем есть, все, сразу совершенно другие чувства. Так что вот покупка према в Apex вообще не жалеет. Да, опять же, Apex топовая батл-рояль. Абсолютно. Вот. По экшону, по драйву, блин, трудно, наверное, сейчас что-то найти еще. Там, конечно, есть Overwatch какой-нибудь, но не знаю. Я сколько вот не пытался его оценить, что-то я как-то не оценился. И даже вот бесплатно не особо охота в него идти. Тем более, там, монетизация дерьмовая. Вот. Зачем, если есть Apex? Да, игры разные, но тем не менее. Там не батл-рояль. Ну, просто шутан какой-то такой, да, со скиллами. Есть еще, конечно, Valorant, но это не батл-рояль. Опять же, не то совсем. Несколько. Вот. В общем, Apex прям балдежный с премом. Вот. Так что и здесь, в Runeterre, я тоже могу теперь с премом посидеть. Я сразу, конечно, наполучал кучу ништяков. Вот. Что не так, на самом деле, прикольно, чем когда-то их поштучно так, постепенно получаешь, да, растягиваешь, смакуешь удовольствием. Вот. И знаете что? Блин, ролик уже на 40 минут вышел, а я вот особо ничего даже не показал вам, как это все играется. Так что если вы не знаете, как оно играется, наверное, ролик вам мало о чем скажет. Вот. Кстати, еще хотел сказать насчет такого игрового момента. Я, наконец-то, первый регион зафармил целиком. То есть, здесь тоже вам выдают кучу ништяков. Да блин, их и так отовсюду насыпают. Но именно игровых там карточек, таких-сяких ящиков. Вот. То есть, вы выбираете регионы тут, да, игровые. Откуда вы хотите чемоданы получать? То есть, из чемоданов будут карточки на этот регион панать. То есть, чем играете? Ну, наверное, имеет смысл в первую очередь те регионы закрывать. Вот я торгон закрыл. У меня был практически максимальный, там, 24-го, что ли, уровня. Я такой думаю, ну, надо добить чем. Мне не особо нужны какие-то конкретные карточки. Как я же сказал, опять же, зеленый и синий я вообще могу крафтить в дохренеленном количестве. Да, если вот даже зайти, можно увидеть, что у меня зеленых вот этих крафтильных... 57 карт могу скрафтить зеленых. То есть, я на них вообще кристаллы не трачу. Я никогда не потрачу, потому что нафиг это надо. 57 карт. Алло. Я столько колот не буду собирать, скорее всего, вообще никогда, чтобы их все потратить. А их насыпают и насыпают, а насыпают и насыпают. Жалко, их нельзя, знаете, как-то конвертировать в более редкие. Типа там 1 к 3 к 1 точнее, или там, не знаю, 5 к 1. Я бы даже 5 к 1 было бы согласен. Что вот самые стремные тип эпики. То есть, вроде как вот эту пыль хочется тратить именно на героев, да, потому что они 3 тысячи стоят, тебе нужно 3, то есть это 9 тысяч пыли, чтобы одного перса скрафтить. Да, вроде как прилично. А эпики вроде как, ну, можно выбить. Они достаточно часто, опять же, с ящиков падают. Да, или там, опять же, получить вот эту шальную. Не дикую, шальная называется. Просто она на английском wildcard, по-моему, называется. Я поэтому и сказал дикая. На русский ее перевели как шальная. Вот. Ну, она достаточно адекватный перевод, интересный. Такой более сточный, чем дикая. Дикой не звучит, на самом деле. Не так сочно звучит, не так интересно звучит. Вот. Но приходится тратить, потому что, ну, вот колоду, что не собирать, не скрафтить туда эпиков. А если там 2 эпика, то считайте, там, там, 1200 стоит. То есть, один, ну, 3 эпика, считайте, как одна, как один перс. Да, то есть, 3600 получить, даже еще подороже. Вот. То есть, ну, блин, это скрипя сердцем, вот, крафтишь. И я бы вот лучше сине-зеленые бы как-то конвертировал в фиолетовые вот эти карточки. Можно было бы даже сделать, чтобы только до фиолетового можно дойти, а легендарки. Типа, нельзя так конвертировать. Но чего нет, того нет. В любом случае, как бы, я уже сказал, супер фритоплей, но просто вот эти зеленые и синие, они копятся уже в овер-количестве, которое нафиг мне не нужно. Это вот именно к слову того, что, получается, ты накапливаешь бесполезный хлам уже. То есть, они выпадают, о, шальная, зеленая. Типа, ну, зачем она мне нужна? Синие еще, ладно, окей, может быть, и потратится, если честно. Какие-то колоды начнут крафтить. В любом случае, как бы, у меня колод нет, как я уже сказал. Одну длинноместную собрал. Вот. Ну, хочется еще что-нибудь. Но, опять же, пока что Вейна в Митсе, она супер-мбовая, супер-поломанная. Это там четыре самые популярные, самые винрейтовые колоды. Это четыре колоды с Вейн. Там Вейн плюс Z, Вейн плюс кто-то еще, ну, и другие колоды тоже Вейн плюс кто-то еще. То есть, это четыре комбинации Вейна. Вот. И пока надо Вейн, тем более, с кином, да, надо пока что-то играть с комбинациями с Вейн. Я так думаю. Вот. Ну, и в PvE я тоже играю с Вейн. Я, опять же, благодаря премиуму сразу же смог ее докачать до максимальной третьей звезды, которая, ну, местная прокачка, я уже сказала, там, за шардики прокачиваются. То есть, ты их можешь игровым путем зарабатывать. Вот. Можешь, конечно, неигровым путем. Вот. И так как этот прем такой вот именно на Вейн, там на нее дают сразу там 30 пусков. Вот. И, соответственно, вот здесь звездные силы. Три уровня. Вот. Второй уровень стоит 20, третий, тридцать, четвертый, сорок. Вот. Соответственно, навалили 30 на Вейн. И плюс я все, что смог тут вот старт во мне насыпали. Ну, так как я этот режим не проходил, как я уже сказал, да, тут какой-то начальный тебе капитал, так скажем, в кавычках дают. Тут чисто, чтобы ты мог какие-то персов себе либо купить, либо прокачать минимально. Вот я все в Вейн прям максимально вложил, и она у меня максимального уровня стала. По звездам, максимально звездности. Вот. Но это не вся прокачка. Здесь еще есть у каждого персонажа уровни, что тоже, на самом деле, дико классно. Кто-то сказал, что типа уровни не решают. На самом деле, я не согласен. Уровни здесь очень много чего дают. И, опять же, перс там пятого уровня и 20, максимального тридцатого уровня, это вообще разный разговор совершенно. Вот. Но, опять же, ты играешь просто, и он сам по себе уровень набирается. Нужно просто играть. Вот. Я, соответственно, играю за Вейн, и я это делаю. Вот. Плюс здесь артефакт надевается. Ладно, давайте, наверное, не будем затягивать ролик и так вот под 50 минут. Давайте как раз-таки про ПВЕ, про как оно играется, и вот это все. Будет следующий ролик. Разобьем на две составные. Да. И скажем так, что вот этот ролик такой вступительный, знакомительный. Чисто вот даже не то чтобы знакомительный, такой подготовительный, да, к основному, к геймплейному. То есть вот все то, что я хотел вам рассказать вокруг, так скажем, Румтера, я рассказал. Вот. Я еще вначале сказал, я еще думал вообще делать ролик, не делать, потому что все то, что я вам рассказал, большую часть я думал, что я и так рассказывал в свое время. И типа, ну, вроде и хотелось. Я вернулся, хотел что-то записать. Я такой думаю, ну, я же вроде и все рассказывал. Зачем, к чему. То есть получится то, что я только расскажу вот про то, что Battle Pass заимел. Ну, как-то это... Ну, это прикольно, конечно, но что-то... Хотя, наверное, только это, в принципе, стоило записи ролика. Но я что-то как-то не очень люблю такие какие-то односложные. Не мой формат, как-то не мой стиль. Мне постоянно не нравится. Такой вот. Типа, ну вот, вот, да, и что. Мне нравится, когда более полный такой рассказ получается обо всем понемногу. И все так в каше, вместе, в такое вот переплетение одно с другим и все такое прочее. Вот. Ну, вот видите, набралось достаточно дофига всего в сумме. Вот. Ну, и дальше покажу вам геймплей. Я, опять же, вот почему не хотел записывать, потому что геймплейно я вам каких-то мега-крутых вещей не покажу. Играю я так себе. Да и я, в принципе, наверное, сейчас только так себе и могу играть, с учетом того, что у меня внимательность не какущая, память не какущая. Я постановлю себя на том, что, блин, тут могла быть синергия очень классная. Вот если бы я вот так сходил. Но я что-то совсем забыл, что здесь вообще есть такое свойство. Короче, очень все это туго мне идет, да, не с моей внимательностью и памятью. Вот. Ну, а сейчас я еще пока, в принципе, не максимально освоился. Я тут вернулся сколько-то дней тому назад еще. Не вот что прям стал матерым волком, да, чтобы знать все, что есть. И чтобы это прям более, чуть лучше осело в голове, чтобы этим как-то в голове, опять же, жонглировать, чтобы достигать лучших результатов. Вот. Ну, а что-то покажу, опять же, поделюсь эмоциями, да. Но это уже, ребята, будет в следующем ролике. Ну, а пока что у меня все. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok